друзья приветствую вас обзор российских акций на открытие посмотрите у нас позитивная динамика сегодня мощно идет smph выше 3000 скакану китай тоже в плюсе но как видите тут война войну я рынок рынком имеется виду китая и сша так на смотрите у нас по сберу наиболее вероятно с утра мы его прямо сразу к и по нему я так думаю и возьмем вот эту цель оранжевую линию сильный уровень который давно на нависает далее если мы сюда приходим у нас открывается портал возможности незакрытая цель первое вот здесь проходит и следующая цель если мы здесь закрепляемся который давно висит она проходит вот здесь вот то есть я думаю с утра будет наиболее вероятно гэп вот сюда вот и по факту здесь закрепление движения целью отработать вот это значение вот если с утра что-то пошло не так и мы все-таки пробиваем вот этот диапазон надо помнить что здесь процесс вероятностной ванга вы здесь не смогла не ужилась поэтому все может какой-то момент идти вспять к этому надо спокойно по философски относиться стоп и ставить еще мириться с этим так но смотрите если на открытие пойдет от пробить этого значения то следом отсюда будет попытка остановиться вот здесь вот если и здесь не задерживается у нас есть волшебный уровень который находится вот здесь и вот пробить и уже этого уровня унесет его далеко вниз сейчас у нас все оптимистично то есть с утра скорее всего мы пойдем вот эту вот этот уровень пробивать и дальше у нас на повестке дня будет стоять уже движение вот сюда собственно говоря в конце дня мы вот это движение увидели единственно только не вполне уверенно пробил вот эту границу и закрепился здесь у нас ближайшая цель движения это по часовику теперь смотрим зайти на этот уровень и здесь закрепиться и дальше как только здесь закрепляемся отработка цели по числе кота на четкая цель это диапазон я думаю сегодня при такой нефти мы так или иначе этот диапазон от работы но как минимум с утра вот вот этот барьер возьмем дальше по ходу пьесы если как минимум сохранится текущая цена на них без откатов то мы увидим про торговку в этом диапазоне и потом попытку закрыть вот эту цель вот этот диапазон если все таки если все таки мы не пойдем штурмовать вот этот диапазон то мы остаемся скорее всего вот здесь вот торговаться вот но движение вниз само конечно возможно на дневках я цели расписал я думаю при таком раскладе движение вниз она крайне маловероятно здесь скорее всего будет сразу движение вот сюда у менее вероятен диапазон то есть консолидация вот здесь вот и скажем так более вероятно но менее вероятно того что мы закрепимся здесь это сразу рывок и отработка вот этой цели которые в диапазоне скорее всего рывок сюда потом в течение дня если все хорошо либо как минимум нефть удерживается мы пойдем пытаться тестировать вот этот диапазон это что касается сбербанка так по газпрому смотрите вот мы подошли к важному уровню здесь с утра мы наиболее вероятно увидим сразу движение пробой вот этого значения если мы его на объеме пробиваем то у нас открывается окно возможности движения отработка вот этой цели если позитив текущий сохраняется у нас по газпрому цель движения 1 214 217 2 цель 226 при таких ценах на нефть я не исключаю что мы можем если там газпром негативными новостями касательно экспорта газа и работы газопроводов не грохнув то мы можем увидеть до наступления этих событий отработки цели которые в районе 226 если по газпрому что-то пошло не так и будет пробой вот этого значения то мы откатимся сразу вот сюда вот в этот диапазон текущие утренние открытие указывает на то что весьма вероятно резво пойдем вверх но газпром сейчас серая лошадка на фоне негативных новостей и здесь особенно по нему надо держать голове что может любой момент что-то выйти негативное и стопы тщательно подтягивать след за движением цены конечно пробой данного диапазона и возврат в эту проторговку маловероятен но это надо держать голове а сейчас утра скорее всего у нас будет движение вот сюда вот в этот диапазон отработка этой цели так друзья далее северстально смотрите с учетом того какой драйв идет по китаю и с учетом того что мы пробили закрепились вот над этим сильным уровнем я думаю мы сегодня прямо с утра пора должен эту позитивную тенденцию первая цель движения будет вот сюда вот в этот диапазон и далее если здесь пойдет рост объема отработка нашей старой цели которую не находится вот здесь вот в этом диапазоне в том случае если все-таки произойдет откат то скорее всего ты тот откат он будет проходить в диапазоне 890 902 вот здесь вот такой маловероятно но надо держать голове что это вполне может произойти а так скорее всего мы рванем дальше первая цель вот она то есть то чуть-чуть совсем осталось двигаться вот она будет закрытой и на повестке дня стоит следующая цель которых по красной линии проходит вот я думаю наиболее вероятно что увидим сейчас очень хороший рост так друзья далее гмк смотрите у нас по воде сегодня с утра проявляет чудеса полета поэтому высока вероятность того что мы по гмк прямо с утра либо сразу с гэма мы откроемся вот на этот уровень или мы сюда постепенно заползем и начнем проторговаться у гмк есть цель которая не закрыта она находится вот здесь и высока вероятность того что на открытии мы сначала вот сюда вот га по нем и потом попытаемся забраться отработать эту цель в том случае если что-то пошло не так то при пробитии вот данного значения мы уйдем торговаться вот в этом диапазоне такая вероятность имеет место быть к сожалению тем более есть цель которая находится вот здесь вот но вероятность данного процесса она не столь велика так друзья далее розгидро парус гидро у нас с утра скорее всего будет сразу движение на пробой вот этого значения и далее отработки цели которые у нас запрятаны вот здесь вот в этом диапазоне в том случае если что-то развивается не так то пойдет пробой вот этого диапазона и после этого пойдет возврата в эту консолидационная область я думаю парус гидро также как по другим инструментом высока вероятность того что мы увидим позитивную динамику с утра то есть все будет развиваться и активно расти скорее всего там сразу вот сюда вот сходим и закроем цель которая находится вот в этом диапазоне нефть растет америка растет китай растет здесь я думаю даже сегодня вот мы вот эту цель потрогаем или возможно даже пробьем так далее рост нефть на смотрите по рост нефти тут наиболее вероятный сценарий это возврат тестирование вот этого значения и по факту закрепления здесь пробой и движение выше вот этого значения которые здесь установлено вот если закрепляемся выше этой линии это очень позитивный знак и соответственно если это происходит то мы увидим самое ближайшее время движение уже к следующей цели которая проходит вот здесь вот ну а пока на открытие первая цель это вот этот перехали его пробить я думаю это будет быстро и успешно сделано и потом если нефть удерживается и торгуется таких же диапазонах то сегодня-завтра мы увидим тестирование на пробой вот этого значения так друзья далее лукойл полукойла много вопросов но здесь тоже картины складывается достаточно благоприятно мы по лукойлу наверняка сейчас увидим сразу пробой на открытие вот этой верхней границы и как только пробой верхней границы возникает то у нас сразу цель движения которое находится вот здесь 5850 в том случае если движение вверх почему-то не развивается такой может быть хотя это очень маловероятно с учетом того позитива который есть то полукойла у нас сегодня будет боковик движения который находится в этом диапазоне я думаю с утра здесь наибольшее вероятно что полукойлу мы сразу увидим отработку вот этой цели ее закрытие и дальше в случае пробития вот этой верхней цели на объеме мы увидим движение цель который будет проходить вот здесь если же здесь пойдет снижение объемов то мы увидим отсюда откат и соответственно цель этого отката будет находиться вот в этом диапазоне в этом диапазоне из которого мы собственно говоря и вышли лукойл рост нефть смотрится очень интересно на фоне того что идет по нефти позитивное движение это наверное на текущий момент времени наиболее интересные бумаги потому что по сбербанку что-то как не очень быстро развивается движение видимо его слишком сильно отлили пока не собираются разгонять ну в соответствии с той ценой на нефть которая на текущий момент времени установилась так друзья но это обзор ключевых бумаг наиболее ликвидных наиболее интересных с моей точки зрения спасибо за внимание